Вот смотрите, старайтесь не делать вот такие вещи с вашими рисунками. Вы же вкладывали в них ног туда, да? Вам вполне может захотеться это все раскрасить. Ну, забойте все это. Не надо измельчить. Чистым тюгом проверить, чтобы бывающие поверхности утюга бывают чистыми. Рисунок переворачиваете чистой стороной вверх и аккуратненько под паром рисунок продолжает. Большинство вот этих небольших замятин под приотпаривание бумаги откроют. Теперь, карандашное линия на сентябре не очень благоречен. При бритвенном хранении бифель у вас будет растираться, вот график, который остался на бумаге. Так, значит, рисунок будет терять четкость, будет сбредняйте и там, да? А бумага, как сохранить рисунок на длительное время? Зафиксировать. Зафиксировать. Чем фиксировать, говорится? Ну, можно, конечно, лапками. Да, ладно. На самом деле, простейший способ, но существуют специально-живописные лаки, графические лаки. Это можно сходить в художественный салон и купить аэрозольный паутчик. Ну, и потом, кто скажет? Если это не, можно потихонечку, потихонечку, на 10 секунд спереть баллончик с лаком для волос, у старшей сцены или у маха, и брызнуть лаком на валко для волос. Похоже, на самом деле, лак для волос будет достаточно агрессивным по отношению к бумаге. Значит, будет все-таки художественный лак. А вообще-то, ну, а как по-вашему, в день 9-го, в 19-м были лаки для волос. Ну, на самом деле, самый разный парфюм тогда, конечно, был, но к современных аэрозольных баллончиков не было. Ну, и как можно было в домашних условиях самый простой на свете экзотип приготовить? Для картоша, для отзамбина, для сыпучих материалов. Какой-нибудь пресс сделать? Не-не-не, прессовать нельзя. Нет, нет. Снятое лаком. Задача у нас остается прежняя. Так, попробовать поясное изображение и обращать внимание прежде всего не на мелкие детали, а на самую общую пропорцию. Чтобы размер головы примерно соответствовал ширине плеч. Если вы рисуете руки так, то форме и размеру начало руки. Чтобы глаза, нос и рот опять же соответствовали размеру друг к другу. Чтобы, если уж вы сделали нос с определенного размера, глаза не оказывались вдвое меньше, чем нужно, или вдвое больше, чем нужно. А если уж три, а тут лучше. Валерий, когда вы это действовали, если и когда вы это научите соблюдать пропорции, вот после этого вы становитесь хозяином, владельцем вашего таланта. Вы можете менять пропорции, как вы захотели. Захотели, сделали огромные глаза. Захотели, сделали маленькие глаза. Захотели, сделали злое выражение. Захотели, наоборот, удивленные лекарства. Вы можете эти пропорции менять. В этом, собственно, и состоит работа художника. Создание опыта. Но если вы не научились видеть и отображать, вы не хозяин, а вы подчиненный своей руки. Вот рука ведет линию, а вы этой линией не укажете. Берем эту кисть, вот она, кисть, да? И смотрим, что больше, нос или кисть? Нос. У вас нос. Будьте добры, приложите ладонь к лицу. Ну, вот так, подбородочек. Лось. А, да. Ну вот, ребят, учитесь глазами видеть относительное размер. Это называется глазомер. Ты рисуешь горизонтальную линию для положения глаз. А попробуй провести длинную линию черепа, вот, ось черепа. Она пройдет у тебя на рисунке вертикально или под наклоном? Под наклоном. Ну, и теперь смотри. Я не знаю. На своего партнера, на себя в зеркало. Если вы наклонили голову вот так, что у вас длинная линия пошла под наклоном, будет ли глаза лежать на горизонтале? Это ясно. Если уж вы наклоняете контур головы, то и глаз тоже у вас наклоняется. И точки положения ушей у вас наклонятся. И линия от стороны наклонится. Так, славно. Да, даже нефть типа портретного сходства. Дианг, давай вот о чем подумаем. Вот прикинь, соотношение высоты головы, да, к ширине головы, особенно вот здесь, вот в районе верхушки ушей. Вот у тебя какое соотношение. И посмотри на Кулю. Оно такое ли? С моей точки зрения, мы немножко сжали одну часть и немножко растянули другу, да, смотрим. Ух ты, ух ты. Значит, а самое-то интересное, что при всей карикатурности, да, определенное типологическое сходство есть. Вы поймали достаточно интересную вещь и руку уберите. Ага. Давайте пробуем. Да, вы знаете, я даже не рискую в ваш рисунок вмешиваться. Единственное, что бы я сделал, вот, посмотрите на Володю. Правда, у вас на рисунке шея идет, да, а плечо начинается только вот здесь, намного ниже линии подбородка. Подбородка вот вон как высоко, а плечо вот здесь. Посмотрите на Володю. Что выше, что ниже. Подождите, ничего не исправляйте. Ответьте мне сначала. Я опущусь ниже. Ответьте, ответьте. Что проходит ниже? Вот это положение подбородка или вот это положение плеча? Подбородок ниже. Не нужно менять вот здесь ничего. Поднимите плечи. Посмотрите, как это выглядит. То есть вот эти вот вещи. Вот здесь все оставьте. Вполне себе. Давайте попробуйте. Попробуйте линию рта. Небольшое техническое замечание. Обратите внимание вот на что. Смотрите. Сужение овалого лица вы начали вот примерно отсюда. Отравленная виска. Вот у вас ширина черепа, а дальше у вас овалого лица пошел сужет. Согласны? Значит, когда ваш визавей поднимет голову, обратите внимание, щеки-то достаточно глубокие, поэтому линия идет вот отсюда, верно, но она идет вот так. Чуть-чуть иначе. Но в изображении лица из этих чуть-чуть и складывается выражение. Щеки более глубокие. Все остальное нормально, давайте. Подождите. Так. Значит, давай вот как попробуем разобраться. Так, карандашик. Вот расстояние между глазом и ржом, да? Согласен? Согласен? Да. А вот расстояние между глазом и верхним контуром головы. На рисунке они одинаковы? Да. Так. На рисунке они одинаковы. А теперь давай глянем. А, ты вот в такой позе рисовал, да? Когда мы поднимали голову. Ну, что более или менее тогда вы правы. Действительно. Но тогда в этом положении наброшайте, пожалуйста, не лысый череп, а по контуру волос. Так. Так. Ух! Это взять не кисти салатикой. Что? Не-не-не-не. Не, разумеется, кисти не надо. Кисти это свой мир очень сложный. Так. Ой, мальчики, насколько же вас всех тянет на Голливуд? То есть нижняя челюсть должна быть в бок. Да нет, у него пока как раз. Значит, ну вот давай посмотрим. Подожди, подожди секунду. У других людей не стал. Просто у тебя рука хорошо идет. Сначала. Вот смотри. Вот эта линия, ты ее сделал почти параллельными. Левая и правая сторона, да? Причем, я бы сказал, что оптически даже, пожалуй, основание челюсти шире, чем вот эта часть черепа над душами. Ну и давай на душ посмотри. Вон он, живой перед тобой. Да, равны примерно. Да, примерно. Опять же, в изображение человеческого лица из этих примерно складывается все. Обратите внимание, вот эти вот линии волос над душами, они сходящиеся над головой или расходящиеся? Расходящиеся. Сходящиеся? Расходящиеся. Расходящиеся. А у вас есть? У вас вот эти линии, они параллельны. Ага. В результате у вас не получилось соотношение между лицом и остальной части головы. Вот так, да? Вот это, ну и, пожалуй, вы ему все-таки размахали подбородок, по таким голливудским масштабам, да? Немного вот и удлинили, ну и вот это, конечно. И вот здесь вот расходящиеся. Так, ну давай посмотрим, что мы имеем с гуся. Во, имеем очередную кроссовочку. У Майи больше волос на голове. Ее пока не ощипали. Так? Вот почему это важно. А важно это вот почему. Вот посмотри. Если я видимый контур взял вот здесь, расширил. Восприятие самого лица осталось прежним или изменилось? Изменилось. Изменилось. Ведь наша задачка попробовать передать, вот сейчас, не свою фантазию, а лицо человека. Так? Ну а ты, Майя, попробуй не кривить рот. Есть такое упражнение. Вот, попробуй посмотреть. Вот соотношение высоты подбородка и высоты лица от переносицы до нижней губы. У тебя вот такой подбородчик и вот такая высота лица. Теперь посмотри. Сделал гигантской высоты скулы. Очень высоте скулы. От этого и нос стал. Просто непомерно длинный. Так? Вот это расстояние между кончиком носа и верхней губой. Обратите внимание, вот если вы ее вот так померите, это расстояние, да? Вот оно. Это длинноглаза. Ну-ка, попробуйте глаз вставить туда, между носом и губой. Влезет или нет? Нет, никак не влезет. Значит, подбородок выше. Нос чуть покороче, рот существенно выше. Угу. Так. Так, ну-ка. О, слушайте, господи, я вас поздравляю. Вы, между прочим, первый раз поймали фигуру в динамике. Дайте карандашик. Так вот, смотрите, если я одну линию проведу вот так, то у вас сразу что оказывается. Смотрите, у вас это плечо стало выступать сюда, на зрители. Голова там. Угу. Ну, ухо все-таки, давайте посмотрим. Ухо у вас вот здесь, да? Давайте-ка попробуйте провести, вот у вас длинную усть головы, перпендикуляр такой, от кончика носа к длинную устью головы. И посмотрите, ухо лежит выше или ниже этого перпендикулята. Вот длинную усть головы, и проводим перпендикулярчик от носа. Чуть выше, а у вас, видите, насколько нужно, да? То есть ухо на самом деле вот здесь. А здесь шею. Вот так, да? Давайте. Ну и хорошее же у вас к свете отношения. Да, 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 что я вам сказала. Так. Ладно, хорошо. Оставляйте это дело. Попробуйте сделать иначе. Попробуйте набросок одной головы. Ну просто, когда берешь такое большое задание, сложное, отследить сразу все детальки. Так? Вот просто набросок головы. Понятно? Вот такой. Не мелкий, а более крупный. Так. Ага, ближе. Ближе. Нормально. Тут унесли прямая, а я спрашиваю. Да нет, это мы потом с этим повозимся. Сейчас пока самая существенная вещь. Вот какая. Окошко, попробуйте не очень крутить головой сейчас, да? Значит, давайте сравним вот эти два расстояния. От нижней губы до подбородка и от верхней губы до основания носа. Смотрите. Ага, а у вас? Подчинить свою руку, своему желанию, всегда соотносите размеры. Вот, видите, вот некоторые сложные формы. Попробуйте. Они, кажется, относятся размеры деталей. Так? Только так можно учиться видеть. Это он только скажет, что отреку глаза и увидит. Видеть надо учиться. А вы сами скажите. Вот теперь более похожий? Да, конечно. Да, конечно. Я считаю разными. Давайте. Уже? Уже. Да, ну вас вот. А ну-ка, 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 ну-ка. А возьмите, есть какой-то слышно. Ну, правда, все равно это еще у чебурашки. А не... А что-то давай посмотрим, в чем дело. Вот давай... Есть расстояние от нижнего века глаз, с дорта, да? Да. Вот оно. Ну, попробуем сравнить это расстояние с высотой луба. Ну, да. Ну, да. В чем дело? Длиннейший нос. Глаза уехали очень высоко. Глаза вот так. Хорошо. Ну, линия подбородка, кстати, вот эту линию неплохо поймала, да? Ну, уши. Ну, уши-то они. Да, 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 да. Значит, и теперь вот эта линия рта, да? Вот давай вот высота подбородка, вот расстояние от линии рта до мышца. На рисунке они равны, а внатолия? Внатолия нет. А внатолия нет. Понятно? Ага. Ой, какая шлавная баба-яга. Тише, 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 тише. Тише, тише, тише. У вас интереснейшая ситуация, у вас очень декоративные, да? Это очень выразительные рисунки, никакого отношения к реальности не имеющие. То есть вы выдаете действительно очень хорошую продукцию, да? Но вот совершенно вся эта продукция гнездится у вас в голове. Она с внешним миром соотнесена очень сложно. Давай все-таки не нужно портить. Он у вас очень хороший отрисует. Не нужно его портить, он хороший, да? Но вот попробуй сделать набросочек, чтобы Диана все-таки слегка побольше походила на человека. Вот на новом листе, ладно? Ну, Коля, Диана, как бы ты был в прошлом году, я тебя отлично помню. Так, сейчас я подожду. А, ну, ты какой-то сел. Это, это вопрос. Нет, ну, грустно, не грустно, а вот на самом деле черты сходства есть несомненные. Это он был таким позапрошлым году. Нет, да, я позволь, я отрицаю это. Блин. Нет, точно был таким. Да там красивый Коля. Полни в себе, полни в себе. И Коля Кучук. Значит, я бы на вашем месте в этом рисунке ничего не менял, как бы его оставил. Так? А оставшееся время использовал на еще один номер. Вот, вы ведь сделали очень простую штуку. Вы себе упростили за это. Вы нарисовали точно фаз, но с опущенным взглядом, да? Значит, а попробуйте выбрать какой-то фаз, чтобы не точно фаз был. Так, ну и давайте. Давайте смотрим. Так, так. А что же вы с плечами так и не разобрались? Главное, подмогу. А вам не кажется, Володь, будьте добры, сядьте на минуту. Ага. А вам не кажется, что на самом деле плечи вот здесь у Володи? Еще раз я говорю, какая линия проходит ниже, ниже к основанию листа? Линия подбородка или линия плечи? Линия подбородка. А вы где делаете подбородка, где плечи? Понимаете? Если уж у нас задачка рисовать поясное изображение человека, ну давайте вы все-таки будете рисовать нечто приближенное к тому, что видите. А не просто ваша фантазия. Вот там вырежут футболки. А вот эти линии попробуйте убрать. Это кто? Да нет, Андрей. Да не двигался. Да очень быстро двигался. Я двигался. Очень быстро дрыгался. Ну вот теперь давай смотри. Поскольку у вас неплохо идет, я уже тогда более профессиональное вам замечание буду делать. Во-первых, вы провалили подбородок вон туда. Значит, ну посмотрите, насколько... Вам двигался. Вот в этом случае как раз у вашей натуры подбородок действительно волеводский. Сильно выдвинутый, широкий, развитый. Вот понятно? Во-вторых, немножко набрали с положением глаз относительно много. Смотрите, у вас глаз начинается прямо в точке переноса. А там дальше. Это понятно? Но вот это не допустимо. Если уж вы рисуете на форме, ну вы должны хотя бы... Ага. Володь, я бы на вашем месте не возился с переделкой этого, а на новом листе быстро... Можно только не его, а там двигается слишком. Хорошо, подсчете к любому столу третьим. А что ж, на самом деле кое-что... Сиди, а можно? Передно. Ну, давайте, работайте. Он не нужен, он не шеет. Это за что? Это за что? Так, тебе как надо? Да, пошли. Он меня, он не пьет, все. Молодые люди, внимание, у кого я шпел карандаш? У меня! Да, вы за мной следите, а за мной шпел. Я просто при объяснении. Можете взять карандаш, когда я вставку показываю? Сейчас, вставка. У тебя делает лысым или нормальным? Нет. Хорошо, что все мы увидим. Хорошо, что все мы увидим. Так, ну давай. Опа, на одну секундочку остановимся. Ты Сталлона рисуешь? Или юную барышню? Ну, я не знаю, Шварценеггера, Сталлоне? Или юная барышня? Вот кобыльчик. Проди внимание, какой формы подбородок ты забаксал. Широкая, расходящаяся трофеция. Но это прямо под удар боксерской перчаткой. Потому что напрашивается. Так, убирайте. Давай посмотрим. Значит, у Мая не самый узенький подбородок на свете, но тем не менее. Так? Все-таки вот его ширина, а не вот. Согласны? Да. И отсюда вот так линия пойдет. Да. Вот сюда, к чеке, да? Вот так. Согласны ли? Да. Согласна. А теперь, вот у Мая очень хорошо видно, поскольку подбородок выступающий. Вот такая линия отделяющая. Посмотрите, нижнюю губу подбородка видна или нет? Я тебе классно. Попробуем поправить. Да, да, да. Альберто Уэллса «Машину времени» читали? А я читала. Читали. Помните, там были Марлокия? Ага, подземные жители. Вам удалось сделать дивную вещь. Вы прористрировали нечитаемое вами произведение. Вот такой нормальный Марлокия. Огромные глаза на дневного жителя. Высенький небольшой чип, и по малюсенькой чип. Я весь белый. Да, к тому же весь белый. И без глазниц. Да нет, это неважно. Значит, в чем дело? Значит, такого размера глаза бывает либо на полотнах нашего академика Ильи Гозунова. Вот у него там у каждого на курчика глаза, как у оленя. Ну или как, я не знаю, там у буйволюца. Ну, либо действительно у каких-то ночных сущих. У нормального человека глаза, конечно, поменьше. Да, запись. Во-вторых, смотрите на этот подбородок. Разве он вот так вот... Не-не-не-не, что-то. Вот вы сделали его обаенно сходящимся и даже немножко заостренным. Хотя вот в этом случае мы имеем как раз такую голливудскую закладку. Более или менее квадратный подбородочек. Вот так вот, смотрите, как мышцы не срезаны, да? Вот такой. Что сразу придает некоторую специфику этому лицу. Ну и потом, линия щеки уходит вот сюда, вот. А вот здесь-то висок. Вот так. А, иди! Ну, опять же, так же, как с Володей, допустим. Поскольку у вас рука более-менее идет, а у вас неплохо идет рука, да? Значит, я вам делаю такие пометки и замечания, которые остальным я и не делаю. Кстати, а вы знаете... Ну, глаза не на затылке, а уши. Ну, попробуйте все-таки ловить фоно реального человека, который перед вами. Фоно подбородка, размер фоно, вырезы глаз и тому подобное. У вас все должно получиться со временем. Да? Правда, интересная работа, но зачем же к ним так плохо относиться? Так, шесть, значит, на дверь, что знаю. Тоже, я подхожу, ты же ранее говоришь, да, знаю. Настя, хорошо, положу карандаши, успокойся, положу карандаши. Успокойся, так, смотри в окно. Какого цвета есть? Зерана. Какие-нибудь птицы видишь? Да. Жуков каких-нибудь видишь? Не, не видишь. Зачем я это делаю? Чтобы твои глаза... Для меня. Значит, а теперь, посмотри на рисунок, посмотри на нос. Раз, два, два. А ты хочешь идти? А кто? Ничего не исправляй, слова не скажи. Вот здесь, например, надо все-таки более... Нет, ты не можешь... Это самое главное. Если ты эту вилю волос, ты идешь вот сюда. Да, на самом деле все очень просто, да? У тебя фигура сейчас была вот так, по диагонали вытянута. Личится это даже не изменением деталей лица, просто линия волос. Ты с ней ошибаешься. Так? И сразу лицо стало более симметричным и приблизительно к тому, что есть на самом деле. Вот иногда решения бывают очень простыми. Не простыми, а очень простыми. Значит, ну и тебе удалось более или менее сейчас... Все равно у тебя, конечно, головастик. Все равно голова у тебя крупнее. Но, во всяком случае, не в три раза крупнее, ну а процентов там на 15 крупнее. Великоватый для этого помощи. Ну, как всегда, я хамя до начала. Если научились преодолевать энергию собственного рисунка, дальше будет проще. Да, ну это не баба, ну и да, это гаргонный метод. Так и сам. Давай посмотрим. У тебя получается, что кверху лицо у Дианы все время расширяется, расширяется, расширяется. Хотя, подожди, попробуй посмотреть на Диану и сказать, а где, на каком уровне лица самое широкое место. На щеках. Да, разумеется, вот здесь, немножко ниже глаз, проходит самая широкая линия. А дальше? А дальше вот так пойдет сужение, Коль. Согласен? А что же не изображаешь? Если видишь, если Диана не сидит все время неподвижно, она же поворачивает голову, и можно увидеть вполне себе. Это во-первых. Во-вторых, есть ли у Дианы вот эта свисающая складка щеки? Нет. Но Диана не очень похожа на бульдога. Это у бульдогов вот такие обвисающие щеки. Так? Ну и потом. Диана, конечно, физически развитая барышня, но на единоборце там боюсь бесправильно. Ну смотрите, какое ей подбородок дело. Ну что? Значит, вот такая глубокая ямина посередине подбородка. Есть или нет? Так есть или нет? Нет. Я вообще, честно говоря, ямки там не вижу. Ну есть маленькая. Ямка? Это вы ее себе представьте. Да? А давайте пробуем не представлять, а пробуем изображать то, что видят ваши глаза. Линия-то подбородка вот такая полукруглая, выпуклая. А отнюдь не, как у двугорблого верблюда. Хорошо. Все. Ты еще больше всех попросили. О-о-о-о. Эн-пи-ти-э. Значит, что вы делали? А кто это? Какая кто? Вы взяли по диагонали, раз в три вытянули вот это сейчас лица. Только ее. Бедрая. Ну, в следующий раз будем бороться с вашими прокрустовыми такими манериками. А что, господа, я понял, я понял, как назвать вас рисоваренное? Да, дайте мне товарищи прокрусты. Потому что хлебом рекомен, а дайте кого-нибудь вытянуть, чтобы никого не выдержать. Спасибо.